МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Наши люди в булочную на такси не ездят", восклицала героиня Нонны Мордюковой в знаменитой советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Общественный транспорт его услугами пользовались как внутри населенных пунктов, так и для совершения поездок на дальние расстояния. Поезд-самолет-теплоход. Всегда ли путешествие по стране было комфортным? И самое главное, чем кормили в пути? Об этом мы поговорим в новом выпуске программы «Вкусно по ГОСТу». Кто придумал кормить людей в полете? Чем отличалось питание на борту самолета от меню круизного теплохода? Как Максим Горький повлиял на развитие авиации и речного транспорта? Что предлагало меню вагона-ресторана? Сегодня мы вспомним, как и чем кормили советских путешественников, и приготовим несколько блюд из транспортного меню. В Советском Союзе, занимавшем одну шестую часть суши, была самая плотная сеть наземного сообщения. Естественно, что основным видом транспорта в СССР считался железнодорожный. На заре создания социалистического государства железную дорогу пришлось восстанавливать. После Первой мировой гражданской войны много было разрушено. Вость страны советов Владимир Ленин, который, кстати, на поезде прибыл из Финляндии в апреле 1917-го делать революцию, позже писал, «России грозит неминуемая катастрофа. Железнодорожный транспорт расстроен неимоверно и расстраивается все больше. Железные дороги встанут, прекратится подвоз сырых материалов и угля на фабрике, прекратится подвоз хлеба». За восстановление разрушенного народного хозяйства, в том числе железных дорог, взялись всем миром. В одной из апрельских суббот 1919 года рабочие Казанской железной дороги вышли во внеурочное время, чтобы починить паровозы, пути и вагоны. Инициативу поддержал Ленин. Так в жизни советских людей появились субботники. Железные дороги в СССР строили, как сейчас говорят, в формате всесоюзной стройки. Началось все с Турксиба, Туркестана, сибирской железной дороги в 30-е годы, ну а закончилась БАМом в 1989-м. Общая протяженность железных дорог в стране за время существования СССР возросла в два раза — 72 тысяч километров до 147 тысяч. Дороги стали двухпутными, многие были электрифицированы, а паровозы сменились современными тепло- и электровозами. А как путешествовали в поездах жителей СССР? Естественно, без особого комфорта, зато с романтикой. Путешествовали, как правило, всем семейством. Детвора располагались на верхних полках, любуясь пейзажами из открытых окон. Нижние места занимали взрослые. Угощали друг друга взятыми в дорогу припасами в виде отварной курицы, бутербродов с сыром или колбасой, вареных яиц. Еду поглощали под задушевные разговоры. Впрочем, можно было еще и сходить в вагон-ресторан. Если рассматривать общественное питание, здесь столовую в городе для работников, это было просто столовая, в которую завозились продукты, и, соответственно, работники обеспечивались питанием первое, второе, третье, как в те времена говорили. А вагон-ресторан он осуществлял, то есть он работал как по меню, то есть вечером мог прийти пассажир и что-то заказать по меню, то, что ему понравилось, вплоть до красной икры, черной икры, и, соответственно, это все было в вагоне-ресторане. Ну и также мог воспользоваться простым обедом или простым доступным по деньгам ужином. Рубль 30, рубль 50 теми советскими деньгами спокойно уложиться за обед. Железнодорожное питание в Советском Союзе – это целая отрасль со своей инфраструктурой. Вагоны-рестораны, многочисленные кафе и буфеты на станциях. Продукты поставлялись через сеть ОРСов, отделов рабочего снабжения. Как правило, это был дефицит. Помните диалог допроса гражданки Волокушиной в Большом театре и из советского детектива место встречи изменить нельзя? Смекай, Шарапов? Ну, конечно же. Продукты прямо с базы, с магазина, они… Ты представляешь, сколько товара можно пропустить через вагоны-ресторана? Это же Клондайк, Эльдорадо. За 10 лет до экранного времени фильма в конце 30-х годов именно «Железная дорога» становится экспериментальной площадкой для внедрения новых стандартов еды. В меню наряду с массовыми упрощенными блюдами появляются деликатесы. Сегодня мы с нашим поваром-технологом Тамарой Подольской приготовим отварной язык с зеленым горошком – одно из самых распространенных холодных закусок в вагонах-ресторанах. Ну, для этого мы заранее отварили язык. Говяжий. Говяжий. Время тепловой обработки, конечно, это от 2 до 3 часов, в зависимости от свойств языка, то есть какое животное было. Вот в данном случае мы варили язык 2,5 часа. Ну, так же, как и мясо, варится по очень преслабом кипении до готовности. Какие-то специи добавляются во время варки? Как всегда. В процессе варки добавляем лавровый лист, как и мясо варим, перец горошек, можно добавить перец душистый, все это добавляется в соль. Какие-то овощи, лук, морковь для вкуса? Можно добавить подпеченный лук, морковь, но особой роли здесь не будет играть, потому что язык, он обладает очень специфическими своими природными свойствами. Как мы его будем разделывать и оформлять? А знаете, мы его сейчас вот немножечко вот это вырежем, потому что это посетителю не очень. Вот знаете, можно, конечно, язык нарезать на крюбляши вот таким образом, но можно нарезать язык поперек на 2 части. И нарезаем на тонкие ломтики, которые веерочком будем укладывать при отпуске. Ну, отпускаем зеленым горошком. Как бы считается, язык это очень такой нежный мясной продукт, поэтому и гарнир к нему идет очень нежно. Можно было, конечно, и свежие овощи добавить, можно было добавить и маринованный огурец, то есть ассортимент гарнира как бы очень разнообразный. И можно зеленушечку добавить? Давайте. Середина 20 века железнодорожный транспорт стал одним из основных способов передвижения, поэтому, несмотря на все предрассудки, перекусить в вагоне-ресторане во времена СССР, да в принципе и сейчас, всегда можно было вкусно и безопасно. Рецепт языка с зеленым горошком. Поместите говяжий язык в горячую воду. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Варите 2,5 часа при слабом кипении. Охладите язык. Разделите на 2 части, затем нарежьте ломтиками. Подавайте зеленым горошком и зеленью. Любите готовить? Подписывайтесь на вкусно по ГОСТу в социальных сетях. Там вас ждут десятки рецептов, интересные факты и много ностальгии. 30-е годы прошлого века стали отправной точкой в развитии гражданской авиации СССР. Всего за несколько десятилетий воздушный флот прошел путь от деревянного биплана до современного реактивного самолета. История бортового питания в Советском Союзе началась с 1934-го. За два года до этого по инициативе ведущих писателей и журналистов был построен агитационный самолет Ант-20. Это был гигант с восьмью двигателями и общей площадью салона около 100 квадратных метров. Воздушное судно назвали «Максим Горький». На борту работала настоящая редакция. Для пассажиров был оборудован бар, где подавали холодные и горячие закуски из термосов. История самолета закончилась катастрофой через год после первого полета. А вот традиция питаться в воздухе сохранилась. На регулярных рейсах подавали бутерброды, фрукты и напитки, а кое-где и горячее питание. Правда, не в воздухе. При перелетах на дальние расстояния, такие как Москва, Иркутск или Москва-Владивосток, самолеты совершали промежуточные посадки. В аэропортах к прибытию таких рейсов уже были накрыты столы. А вот полноценные горячие обеды в полете появились только в 1956 году на борту первого советского реактивного лайнера Ту-104. Аэрофлотский Ту-104 в течение нескольких лет был единственным в мире действующим пассажирским реактивным самолетом. Первую посадку Ту-104 в Лондоне английская пресса сравнила чуть ли не с визитом НЛО. Когда на следующий день в Хитроу сел такой же самолет, но с другим бортовым номером, газетчики решили, что ради демонстрации мощи страны в Союзе за ночь просто переправили одни цифры на другие. Тогда, 25 марта 1956 года, в Хитроу прибыли сразу три советских Ту-104. Как и положено, на борту лучшего в мире самолета был высококлассный сервис, ну и, конечно же, бортовое питание. Во время полета работал настоящий ресторан, подавали еду в фарфоровой посуде, заказ можно было сделать по меню. В нем были деликатесы, в первую очередь красная и черная икра. Этот факт отражен даже в творчестве Владимира Высоцкого. В ожидании, уставший народ, успокойся и землю не рой, вас в компании Аэрофлот всех накормят зернистой икрой. В меню были различные спиртные напитки – коньяки, виски, импортные сигареты, ведь в то время на борту разрешалось курить. На закуску подавали язык, белую и красную рыбу, сыры и копченые колбасы, на горячее – отварное мясо или куриное филе. Диетологи уверяют, вторые блюда из птицы – важный и распространенный компонент полноценного обеда или ужина. Их можно подавать как холодными, так и горячими. В их составе часто бывают всевозможные крупы, овощи и даже грибы. Поэтому второе блюдо нашего транспортного меню – это курица отварная с рисом. Правильно, Тамара? Особенности приготовления этого блюда мы расскажем по ходу. Сейчас вы грудку нарежьте на 4 кусочка, вот прям нож под наклоном, чтобы получились широкие тонкие пластыли. Я этим временем бульон довожу до кипения, добавляю соль, перец. Птицу варим в курином бульоне, мы его подготовили заранее. И добавляем сок лимона, это для того, чтобы филе птицы получилось более белое, более сочное, более нежное. И подготовленное филе, припускаем в небольшом количестве бульон на птицу. Как только она закипела, с момента закипания буквально варим 7-10 минут, не больше. Рис подготовленный. Угу, промытый. Закладываем в емкость и заливаем горячей водой, то есть у нас вода горячая. Добавляем соль, добавляем сразу масса сливочная, половина, половина добавим в готовый. Как только рис закипит, переставим на слабый огонь и будем варить до готовности. И нам необходимо подготовить морковочку. Это для риса припущенного. Можно нарезать на кубики. Прям кубики вот такие будут широкие, чтобы они могли ощущаться в рисе. Давайте я морковку тогда доделаю. Так, а я пассирую муку для соуса. Кстати, а всегда ли соус подавался к блюдам? Мы говорим не только о питании в самолете, но и о питании в аэропорту. То есть в аэропорту, конечно, был широкий выбор, и можно было предложить какие-то соусы. Ну вот мы сегодня приготовим соус паровой. Для этого частично будем пассеровать на масле сливочном. Рис закипел. Я переставляю на слабый огонь. Минут 10-12 до готовности. 10-12, не больше. Масло разошлось. Высыпаем муку и пассеруем до готовности. Морковь можно тоже запассеровать, либо припустить. Выкладываем сюда морковочку. Сюда мы, Тамара, еще ничего не добавляем к морковке нашей? Так, чуть-чуть, только чтобы морковочку пипела. Воды, кипяточка. Можно добавить при припускании лаврового листа и перец. Все, муку запассеровали. Теперь слегка мы ее охлаждаем и будем разводить этим бульоном охлажденным. Задача вот эти разбить комочки. Чтобы не было комков, будем добавлять по чуть-чуть. Так, сколько мы теперь прогреваем наш? А буквально до кипения, минуты-две, чтобы соус загустел. Доводим до вкуса, пробуем. Добавляем вино и добавляем сок лимона. Соус паровой отличается от белого тем, что для приготовления использовали бульон от припущенной птицы. И действительно мы так сделали. Так, ну вот соус приготовили. Добавляем сок лимона. И добавляем белое вино. Это мы немножко спассеруем наши ингредиенты. Горошек с кукурузой? Да. Я сделаю. Буквально тоже пару минут, да? Да, да, да. Рис у нас готов. Мы сейчас добавим все сюда. Выкладываем филе птицы. Убираем аккуратненько. О, соус. А добавим вот сюда. Все. Ну что ж, друзья, эксперты говорят, что в 21-м столетии из-за всевозможных санитарных ограничений питание в самолетах станет более строгим, жестким, скудным, а может быть и исчезнет вовсе. Не забывайте наше советское прошлое, как тогда кормили пассажиров самолетов. Ну и незамысловато, зато гарантированно, а иногда даже бесплатно. Рецепт вареной курицы с рисом. Разрежьте филе птицы на 4 части. Бульон доведите до кипения, добавьте соль, перец и сок лимона. Поместите филе в кастрюлю. Варите курицу 7-10 минут с момента закипания. В процессе можно добавить лавровый лист. Залейте рис горячей водой, добавьте соль и сливочное масло. Как только рис закипит, убавьте огонь. Варите 10-12 минут. Морковь нарежьте кубиками, добавьте воду и припускайте до мягкости. Для соуса прогрейте муку со сливочным маслом. Затем охладите и разбавьте бульоном. Варите соус в течение двух минут, пока не загустеет. Добавьте сок лимона и белое вино. Для гарнира прогрейте горошек и кукурузу на сливочном масле. Соедините с рисом и добавьте морковь. Подавайте курицу с рисом, соусом и зеленью. Ах, что это движется там по реке, белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Лирическая песня «Пароход» в исполнении Леонида Утесова стала своеобразным романтическим гимном советскому речному пароходству. В 50-е по рекам еще активно ходили колесные пассажирские пароходы. Но в 1952 году появился первый электроход. Грузопассажирское судно «Россия», собранное в Чехословакии, могло взять на борт до 260 человек, а в трюмах перевозить около 40 тонн грузов. На многочисленных естественных и искусственных водоемах страны, а также на приморских прибрежных маршрутах нужно было наладить пассажирское сообщение. Суда класса «М» для этих целей строили в ГДР. Они вмещали 197 человек. Еду для перекуса пассажиры зачастую брали с собой. Сезонные овощи, вареные яйца, молоко или воду в бутылке. Впрочем, на судне был и буфет, где можно было приобрести бутерброды, стакан сока или ситро. В 1958-м в СССР все-таки отказались от строительства пароходов. Теперь была поставлена задача повысить скорость движения речных судов. И советские конструкторы придумали судно на подводных крыльях. Так появились ракета, комета, метеор, способные развивать скорость от 60 до 80 км в час. Они могли перевозить 150 человек. «Приглашаем вас в путешествие на быстроходном теплоходе «Комета», — гласили объявления в портах. Но скоростное передвижение было удовольствием недешевым. Стоимость билета, например, из Одессы в Херсон составляла 4 рубля, а в Евпатории уже 8 рублей. Зато поездки были комфортными. Мягкие удобные кресла, бар, где продавали бутерброды с красной и черной икрой, шпроты, оливки. На сладенькая непременно плитка шоколада, фирменного, с надписью на этикетке «Морфлот» или «Речьфлот». А еще мороженое, соки и минеральная вода, которую было не найти в обычном магазине «Дилижан» или «Нарзан». Михаил Светлов, ту-ту, русо туриста, облику морали. История советского морского туризма началась в 1957 году, когда для этой цели интурист арендовал два судна — «Победа» и «Грузия». Кстати, в роли Михаила Светлова снималась как раз «Победа». Попасть в такой круиз было непросто. Наградить путевкой могли за многолетние трудовые достижения, выдающиеся заслуги перед Родиной, творческие победы. Стоимость морского путешествия была заоблачной. На борту круизного лайнера работало несколько ресторанов. И снова подавали дефицит. Импортные спиртные напитки, конечно же, всяческую икру. Здесь можно было отведать и диковинные морепродукты — кальмары, креветки, крабы. Филе осетровых и лососевых рыб подавали малосольными в качестве холодных закусок, а также готовили из него горячие блюда. Сейчас мы вас познакомим с блюдом, характерным для так называемого круизного питания. Итак, Тамара Васильевна, что мы с вами будем делать? Мы сегодня будем готовить классическое блюдо, рыба тушеная с овощами с томатом. Для этого будем использовать рыбу треска. Поэтому вы нарезаете на профессионные кусочки, это 2-4 кусочка. А я занимаюсь овощами. Режете просто соломочкой. Мне вообще по молодости посчастливилось. Был круиз Италия, Греция, Мальта. Вот вспоминаю, как какую-то сказку. И на этом теплоходе первый раз, я помню, в вечернее время, нам подали мороженое сюрприз. Подавали его, свет в зале выключили. Вот такое большое блюдо, больше, чем разнос. Вокруг подлили спирт или коньяк, не знаю, и подожгли. И вот такое красивое, конечно, зрелище было. То есть фееричная подача такая. Так, а это корень, это у нас что такое? Это пастернак. Пастернак и сельдерей, наверное, да, корень сельдерей. Так, масло это у нас уже для тушения наших... Овощей, да. Так, рыбку надо посолить, поперчить. Так, выкладываем рыбку. Кожицей кверху, да? И начинаем выкладывать слоями овощи. Первый слой лук, второй слой белые коренья и сверху морковь. Слои мы отдельно уже не просаливаем. Нет. Добавляем рыбный бульон, закрываем крышечкой. У нас кипит вода, будем закладывать картофель. Томат-пасту немного разведем бульоном, чтобы она равномерно распределилась в процессе тушения. Так, добавляем к овощам. Мы не мешаем, то есть вот картофель мы сложили все. Лавровый лист добавим, гвоздичку, перец, корица. Добавляем сахар, потому что вкус должен быть кисло-сладкий. При приготовлении обязательно необходимо добавить 9-процентный раствор уксуса. Буквально столовую ложку, да? Или чуть побольше? Я думаю, что больше мы не будем добавлять. Вкус должен быть кисло-сладкий. Все. И будем тушить 30-40 минут на слабом огне. Картофель сварился. Сейчас я буду сливать отвар. И надо одновременно закипятить молоко. Кипятим вместе со сливочным маслом. Уже кипело? Все, убираем. А теперь вот так вот собьем. Собьем вот таким образом. Чтобы она повоздушнее стала. Традиционный советский способ подачи пюре. Узор в стиле рыбной тематики, как чешуйки. Так, и наша рыба. Берем кусочек рыбки вместе с овощами. Мясота. Сверху посыпаем мелкорубленной петрушечкой. Завтрак с видом на речные просторы, обед по ресторанному меню и ужин с танцами. Так в СССР кормили путешественников на речном и морском транспорте. Главное, кормили не хуже, чем в столичном ресторане, а готовили по ГОСТу. Смотрите нашу программу и запоминайте замечательные рецепты. Рецепт тушеный трески с томатным соусом. Нарежьте рыбу на порционные кусочки. Добавьте соль и перец. Нарежьте пастернак и сельдерей. Морковь и лук нашинкуйте соломкой. Выложите рыбу на сковороду. Добавьте лук, корень и морковь. Залейте рыбу бульоном. Когда закипит, добавьте томатную пасту, разбавленную бульоном. Также добавьте специи, сахар и одну столовую ложку девятипроцентного уксуса. Тушите 30 минут. Картофель поместите в кипящую подсоленную воду. Сделайте пюре. Добавьте кипяченое молоко со сливочным маслом. Подавайте рыбу с картофелем и зеленью. Путешествуя по огромной стране, занимавшей одну шестую часть суши, можно было познакомиться не только с кухней разных регионов, но и посмотреть, как готовят свои национальные блюда представители многих народов. И сегодня, делая заказ в вагоне-ресторане поезда или выбирая стандартный обед на борту самолета между рисом с рыбой и курицей с гречкой, невольно подумаешь, что раньше действительно было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин